всем привет с вами магазин горные вершины я андрей и в нашем сегодняшнем видео мы поговорим о средствах по уходу за велосипедом как и любая другая техника велосипед требует к себе внимание чистки обслуживания и ухода но вы сами понимаете что если велосипед не чистить не смазывать то вряд ли он будет вам служить долго и счастливо поэтому этим все таки надо заниматься но поскольку велосипед достаточно простой механизм то и ухаживать за ним в общем то не сложно с этим может справиться любой для этого не нужно высшего технического образования протер масляной тряпкой тормоз все поехал перед перекрестком начнешь тормозить и все и не начнешь тормозить условно все средства можно разделить на средства для очистки и средства для смазки велосипеда и начнем мы пожалуй со средств для очистки велосипеда потому что перед тем как смазывать и он уже все-таки почистить. Итак, что же прежде всего требует очистки велосипеда? Это, конечно же, трансмиссия. Поскольку трансмиссия на большинстве велосипедов открытая, на ней присутствуют трущиеся детали, они загрязняются, пыль, грязь работает как абразив и способствует большему износу. В частности, изнашивается цепь, звезды, кассеты, передние звезды. Все эти вещи требуют очистки для того, чтобы они служили вам дольше. Для очистки цепи и звезд велосипеда используются специальные средства. Глобально они все называются chain cleaner, то есть очиститель в цепи. Они бывают в виде спрея, как, например, вот это, а бывают в виде просто жидкости в баночке упаковки. Также грязь и пыль в цепи нужно удалять механически. Вы можете использовать для этого старую зубную щетку, тряпку, что, в общем-то, крайне неудобно. Намного эффективнее использовать специальную машинку для очистки цепи. Она позволит это сделать вам быстро, удобно и достаточно чисто. Принцип работы такой машинки максимально простой. Она открывается, представляет из себя такую емкость. Сюда внутрь наливаются средства для очистки цепи. Здесь есть вот такие вот ролики, на них щеточки. Цепь туда вставляется, закрывается и через нее прокручивается, и тем самым происходит очищение цепи. После того, как мы очистили трансмиссию велосипеда, ее нужно смазать. Смазка цепи бывает как жидкая, так и в виде спрея. Сразу хотелось бы отметить, что при смазке трансмиссии мы смазываем только цепь, но никак не звезды. При использовании спрея для смазки цепи нужно это делать достаточно дозированно, много ли не нужно. Направляем на цепь, крутим и немножечко брызгаем. Использование смазки в виде спрея достаточно удобное. Основным недостатком такой смазки является то, что ресурс у нее достаточно небольшой. Что касается нанесения жидкой смазки, здесь процесс более трудоемкий. Однако, он не является каким-то суперсложным. Такую смазку нужно наносить по капельке в каждое звено цепи. Жидкие смазки существуют для влажных погодных условий, которые более устойчивы к вымыванию водой, для сухих погодных условий, когда достаточно пыльно, и универсальная смазка, которая подойдет и туда, и туда. Отдельно хотелось бы отметить такую вещь, как парафиновая смазка, которая называется сквирт. Она бывает для теплых и холодных погодных условий. Она достаточно популярна, поскольку хорошо смазывает цепь, и на нее липнет мало грязи. Но перед тем, как наносить такую смазку, нужно как следует обезжирить цепь, кассету и звезды системы. Иначе ее наносить просто бессмысленно. Иногда бывает, что в процессе очистки или смазки велосипеда, или в процессе его эксплуатации на тормозной диск может попасть масло. Или любая другая смазка. В таком случае, как вы понимаете, эффективность торможения стремится к нулю, а это, в общем-то, небезопасно. Для очистки дисков от масляных загрязнений существует специальное средство, которое так и называется очиститель тормозных дисков. Диск-брейк-клинер. В данном случае он выполнен в виде спрея, которым легко и просто пользоваться. Его достаточно ввести на салфетку или тряпку и протереть тормозной ротор от загрязнения. Помимо трансмиссии велосипеда, смазывать нужно также подшипники. Для этого существует специальная густая смазка, которую вы можете использовать для переборки втулок велосипеда или рулевой колонки. Также эту смазку можно использовать в резьбовых соединениях для предотвращения их прикипания. Ну и последняя вещь, о которой хотелось бы упомянуть, это смазка, которая работает не как смазка. Точнее даже сказать, это не смазка, это специальная паста, которая препятствует скольжению, которая используется для нанесения на карбоновые детали, которые не должны скользить друг относительно друга, но в теории могут. Например, карбоновый подсидельный штырь в карбоновой раме. И после того, как мы все смазали, необходимо удалить излишки смазки для того, чтобы на них не налипала пыль и грязь, а также во избежание попадания смазки на тормозные диски. Основные типы смазки-очистителей я вам сегодня показал. Однако, если у вас остались какие-то вопросы, вы, конечно же, можете их написать в комментариях, позвонить на магазин. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был магазин Горные Вершины, я Андрей. Всем пока! Но не стоит унывать, потому что у нас есть диск-брейк-клинер. Диск-брейк-клинер. Защити свои тормоза от неэффективного торможения. Диск-брейк-клинер. Тормози, а не тормози. Диск-брейк. Продолжение следует...